что самое ужасное ты подслушал притворяясь спящим в колледже проснулся из-за скрипа кровати моего соседа по комнате выглядываю проверить что вообще происходит и вижу женщину с широко раздвинутыми ногами которую в это время долбит мой сосед причем делает это так будто это его последний день на земле будучи хорошим другом я ложусь обратно и делаю вид что сплю в какой-то момент она спрашивает между вздохами слушай а твой сосед точно не проснется он не он спит как убитый переносимся на следующее утро я как обычно встал включил свою вторую соньку и начал играть в какую-то рандомную игру сосед вскочил с кровати уселся рядом со мной его женщина доброе утро мое имя я доброе утро ее имя она хорошо спал этой ночью я да я ведь сплю как убитый стоило мне только произнести эти слова как я сразу понял что спалился она в ту же секунду дико взъелась на моего соседа и влепила ему несколько пощечин но ему было пофигу он всю дорогу ржал изменено сразу проясню пару моментов с про соня за те 0 5 секунд было не разглядеть кто там но с утра я ее узнал пощечины не были сильными ей просто надо было чутка выпустить пар никто не пострадал чел ты не спалился ты выбрал лучшее что можно было ответить что-то в духе она для этого уже слишком взрослая я больше не собираюсь носить ее до кровати это был последний раз когда я магически телепортировалась из гостиной в свою кроватку это так грустно моему сыну сейчас 13 последний раз когда я смогла поднять его ему было 11 я чуть спину не надорвала тогда же ко мне пришло осознание того что я больше никогда не смогу взять его на руки я сидела и ревела прямо на его кровати что ж хотя бы дочурку все еще могу поднять ей 6 мама зашла в телефонную будку и позвонила своему мужику чтобы тот привез ей больше белого изменено дело было ночью мама ездила по городу видимо искала где можно выцепить а я спал рядом на пассажирском затем мы остановились на парковке я проснулся но притворился будто сплю дальше это было в середине 90-х когда на парковке любого магазина стоял платный телефон изменено 2 насколько я знаю сейчас у мамы все хорошо и она в завязке мы не общались уже 20 лет для меня так гораздо лучше у моей мамы была интрижка с лучшим другом ее жениха он был уже женат в комнате где я спала мне тогда было лет десять слушай не парься моя мамаша тоже спала с каким-то рандомным челом на нижней койке пока я спал на верхней мне тогда было лет 8 9 и поверь она вообще не стеснялась и вела себя очень громко сейчас оглядываясь назад я понимаю что либо она была бухая внулину либо ей просто было на меня наплевать так или иначе я уже вряд ли об этом узнаю так как не видел ее с 12 или 13 лет чё-то вот решил поделиться я подслушал как врач сказал предкам что я умираю от менингита но хрен вам я все еще жив мы с родителями поехали на ночевку к нашим друзьям в результате вся семья спала в одной комнате ночью батя заваливается бухой к маме в постель и говорит какую-то срань типа а тебя чё совсем не удивляет то что я могу чпокаться будучи абсолютно пьяным мне хотелось сквозь землю провалиться неудивительно что все в школе думают что он гей моя мачеха так ты гей нет но 8 лет я этого знать еще не мог когда мне было 16 19 лет мой отчим тоже думал что я гей всему виной тот факт что когда я стал на права я не стал 24 на 7 подкатывать ко всем девчонкам я слышал как мама упрашивала батю чтобы он не наложил на себя руки мы с братом в тот день вели себя очень плохо и паре пришлось нас наказать обидевшись на него мы сказали что ненавидим его и хотим чтобы он от нас ушел он не сделал ничего плохого просто мы с братом в детстве были теми еще говнюками ночью папа зашел к нам в комнату похоже что он был пьяный в дрободан я таким его никогда больше не видел и пока я притворялся что сплю он сел рядом и начал плакать я никогда не забуду это глубокое и пронзительное всхлипывание затем он кое-как выпал из комнаты и было слышно как он просит маму дать ему идти из жизни сквозь слезы он повторял я всегда мечтал лишь об одном чтобы быть для них лучшим отцом чем мой и хоть мне на тот момент было всего 11 уже тогда эти слова ранили меня до глубины души мне кажется именно той ночью я понял что эмоциональная боль может отражаться на тебе физически скрючившись в своей постели я разрыдался и был на грани того чтобы блевануть мне стало очень противно от наших слов а мой брат все это время сладко спал сейчас я раз в две недели вспоминаю про батю и пишу ему как я его люблю надеюсь он забыл про тот случай но так как я теперь сам отец понимаю что вряд ли возможно ему уже не так больно как было в тот момент но полностью такие вещи из памяти не выбросишь как и все что разбивает нам сердце я была вожатой летнего лагеря у нас были две девочки которые обожали составлять списки клёвых и стремных парней однажды я подслушала как одна из них сказала что другой вожатый ей кажется симпатичным вторая возразила что он не нравился пока он не начал говорить обо мне гадости было больно узнать что кто-то гонит на меня за спиной но было приятно что девочки меня поддержали я слышал как мои родители гадают какой я ориентации и анализирует где они оступились сошлись на том что слишком часто меня обнимали у меня мама один раз спросила может у тебя депрессия из-за того что они достаточно часто тебя обнимала похоже что у тебя заботливая мама мои друзья обсуждали как лучше спереть у меня из кошелька деньги и свалить так чтобы я не заметил я прогнал их вон я притворяю что сплю и слышу следующий разговор между моей мамой и тетей тетя он у тебя такой милаха мама да не в нем вообще нет ничего привлекательного услышал как мои соседи по комнате планировали выгнать меня из хаты им это удалось а ты просрал свое преимущество надо было воспользоваться этим тайным знанием чтобы выгнать их до того как они выгонят тебя это не я уволен это вы уволены экскурсия с классом в мою комнату зашли девочки одна из них сказала остальным что я идиотка и слишком тупая чтобы постоять за себя потом добавила что единственная причина почему она до сих пор не заставила меня сбежать из нашей школы это то что я помогаю ей с домашкой за меня вступилась моя лучшая подруга она ответила что я не тупая а просто немного застенчивая и послала эту дуру на три буквы она тупая но мне нужно чтобы она помогала мне с домашкой ахаха каким надо быть гением чтобы такое сморозить как-то раз две подруги привели домой мою пенющую в стельку сестру я услышал глухой стук и понял что она вырубилась ее подруги думаю что сестра умерла принялись рыдать а рыдаки тем временем пытались их заткнуть чтобы случайно не разбудить меня потом она пришла в себя и мне захотелось встать и сказать ей как я рад что она осталась жива теперь мы видимся с ней раз в неделю и я ценю каждую нашу встречу по-моему она умерла заткнись иначе разбудишь ее брата похоже что приоритеты у них расставлены верно лол мне на тот момент было всего 9 скорее всего это правильно что они не дали мне лицезреть ее в таком состоянии это было пожалуй одна из самых угарных поездок с моими корешами у меня апноя поэтому мне приходится спать сипап аппаратом одним вечером когда я пытался заснуть я подслушал как мои друзья задумали накурить меня джойнтом через воздухозаборник моего сипапа вот тебе история с обратной стороны у меня есть дружбан который тоже спит сипапом один раз когда он уже спал возле аппарата лег его пес в какой-то момент пес знатно перданул что в принципе не страшно учитывая то что мой друг был в маске но только проблема в том что пердеж засосала прямо в аппарат кореш мгновенно очнулся от мертвого сна и рыгая тошноты начал жадно глотать свежий воздух притворялся спящим и услышал как моя семья обсуждает возможность женить меня на девушке которая была старше меня на пять лет мне было 15 в итоге она вышла замуж за другого но вскоре развелась так как он над ней всячески издевался теперь я чувствую в этом и свою вину эй чувак в этом нет твоей вины тебе было всего 15 все что с ней произошло это на совесть ее бывшего ты не несешь никакой ответственности кстати ты сам сказал что они разошлись наверное ей сейчас живется гораздо лучше не вини себя я слышал как батя говорит что я получился совершенно случайно один раз когда мне было лет восемь и я уже должна была спать мне вдруг приспичило попить молока спускаясь по ступенькам вниз я услышала голос и решила прислушаться в итоге я подслушала как мама говорит брату что ненавидит меня и жалуется на то что я доставляю ей кучу хлопот она сказала что всегда любила брата больше чем меня после этого я поднялась обратно наверх и стала рыдать пока наконец не уснула это просто ужасно надеюсь что теперь у тебя все в порядке у нас были очень тонкие стены через них слышался практически любой звук однажды я подслушал как родители как им казалось тихонько ругались и обсуждали развод где-то в разговоре батя сказал мелкого можешь оставить себе он пиздец как меня уже задолбал через неделю они подписали бумаги и рассказали обо всем мне мне кажется у нас в обществе почему-то мало обсуждается тот факт что многие разводы возникают из-за того что одна из сторон не хочет играть роль родителя типа люди никогда не говорят об этом вслух я сейчас находясь в том возрасте когда мои ровесники разводятся один за другим начинаю понимать что многие со временем начинают уставать от ответственности чаще мужики но не только они надеюсь что тебя больше не заставляли заставляют с ним видеться моя бабушка с дедом выиграли в казино 10 тысяч долларов не рассказали о выигрыше всем своим детям кроме моего батя подозреваю что и деньгами с ними тоже поделились так как мой батя тот еще козел я решил что тоже ему ничего не скажу это было еще до развода после 10 длинных рабочих дней мне наконец-то выпал выходной я довольно поздно валяюсь в кровати было уже 11 или типа того и слышу как мой бывший который вообще отказывался устраиваться на работу играет в соседней комнате видеоигры и кому-то жалуется да это тупая сука все еще дрыхнет о боже я была практически в такой же ситуации только мой бывший говорил по телефону подозреваются своей мамой и жаловался что он до сих пор не позавтракал потому что я сплю мой тогдашний парень приоткрыл дверь в спальню чтобы показать меня своим друзьям дело было летом поэтому я лежала на кровати совершенно голая он думал что я сплю но нет на утро я устроила ему скандал после которого мы быстро расстались какого хрена чувак я до сих пор злюсь ты же знал что я сплю голышом большое спасибо за просмотр в комментариях под видео напиши что самое ужасное ты подслушал притворяясь спящим и не забудь посмотреть наши другие классные видосы пока 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 пока